Продолжение следует... Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Впереди летние каникулы, но напомним, что у дорожных правил каникул нет. Правила дорожного движения для детей. Как объяснить, чтобы ребенок вас понял? Как правильно выбрать и правильно использовать детское автокресло, люльку? На страже дорожной безопасности. О работе госавтоинспекции в Неренгринском районе расскажут наши коллеги. А в конце программы по традиции наша популярная и любимая вами рубрика «Тест ПДД», который сдаст артист САХА Академического театра имени Платона Аюнского Александр Борисов. А в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 13 по 19 мая зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Так, 14 мая в Якутске водитель грузовика «Мазда Титан» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Роллес», двигавшемуся со встречного направления. Мотоциклом управлял 15-летний юноша, сзади него также находился 14-летний пассажир. В результате столкновения оба подростка получили телесные повреждения. В тот же день, ночью при внесении службы на улице Дзержинского, внимание экипажа ДПС привлек автомобиль «Тойота Нох». В требованиях сотрудников полиции об остановке водитель проигнорировал. Затем, пытаясь скрыться, не справился с управлением и опрокинул автомобиль. Выяснилось, что за рулем был мужчина, ранее лишенный права управления за вождение в состоянии опьянения. Более того, при проверке водителя на состояние алкогольного опьянения, показания прибора вновь дали положительный результат. 17 мая на улице Лермонтово водитель автомобиля «Тойота Витц» при повороте направо в дворовую территорию не предоставил преимущества в движении и совершил наезд на мужчину, который управлял электросамокатом. В медучреждении самокатчику диагностировали ушибы. В тот же день, буквально через час, на проспекте Ленина водитель автомобиля «Хендай Крета» при выезде с дворовой территории, также не предоставив преимущества в движении, совершил наезд на самокатчиков, которые катались вдвоем на одном электросамокате. Прибывшая на место ДТП бригада скорой медицинской помощи доставила их в медучреждение. Им обоим было назначено амбулаторное лечение. Частота происшествий с участием средств индивидуальной мобильности увеличивается, а вместе с ним и число пострадавших. К сожалению, не все участники дорожного движения знают и соблюдают правила дорожного движения. Чтобы поездка на электросамокате не привела к печальным последствиям, а лица, управляющие им, не пополнили сводку ДТП, настоятельно рекомендуем внимательно изучить ПДД РФ, а также приобрести защитный шлем, наколенники, налокотники и свето-возвращающие элементы. А мы двигаемся далее. Сотрудники госавтоинспекции на страже дорожной безопасности. Сегодня количество автотранспортных средств постоянно увеличивается, поэтому в современном мире невозможно обойтись без правил и специалистов, которые контролируют их соблюдение. Именно такая задача ложится на плечи сотрудников госавтоинспекции. И днем, и ночью они исполняют свой главный профессиональный долг – обеспечивают безопасность дорожного движения. Круглосуточно и в любую погоду сотрудники Нерюнгринского отдела госавтоинспекции несут службу на городских и межселенных дорогах. Их ежедневный труд направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Наши сотрудники успешно справляются с поставленными задачами. Регулярно проводим рейдовые мероприятия профилактические. И вся работа сотрудника госавтоинспекции направлена для сохранности жизни и здоровья наших граждан. Сотрудники отдела не только обеспечивают безопасность на дорогах, но и проводят ряд других важнейших мероприятий для всех участников дорожного движения и для всех возрастов. Повышается профессионализм работников, проводятся совместные с другими структурами учения и особое внимание уделяется пропаганде и профилактическим мероприятиям. Для меня детская безопасность превыше всего. Поэтому я провожу лекции, беседы, акции, раздаю свето-возвращающие элементы нашим детям. Все делаю для того, чтобы дети соблюдали правила дорожного движения. Мне нравится моя работа и я ее люблю. Штатная численность отдела составляет 49 человек. Все они профессиональные специалисты, подготовленные морально и физически для успешного выполнения стоящих перед ними задач. Я пришел на службу в госавтоинспекции по стопам своего отца, так как он проработал в органах внутренних дел более 25 лет и непосредственно в подразделении госавтоинспекции. В мои обязанности входят оказание государственных услуг, таких как регистрация транспортных средств, выдача замены водительских удостоверений, прием экзаменов на право управления транспортными средствами и выявление пресечения административных правонарушений в области дорожного движения. Служба в госавтоинспекции сложная и ответственная, но она мне по душе. За годы существования Нерюнгринской государственной инспекции безопасности дорожного движения произошли заметные изменения, как в деятельности, так и в способах несения службы. И сегодня сотрудники снабжены оборудованными по последнему слову техникой автомобилями, компьютерами и средствами связи. Но неизменным остается одно. Каждый работник – это гарант безопасности на дорогах, защитник законных прав и интересов всех участников дорожного движения. Завершается учебный год, впереди долгие школьные каникулы. И важно, чтобы они прошли для детей безопасно, в том числе и на дороге. С чем связаны повышенные риски травматизма? О чем стоит позаботиться родителям? Какими знаниями о средствах индивидуальной мобильности вооружить ребенка, чтобы он не стал ни виновником, ни жертвой столкновения? На эти и многие другие вопросы мы поговорим с Еленой Гуляевой, начальником отделения пропаганды управления госавтоинспекцией МВД по республике Саха-Якутия, подполковником полиции. Елена Владимировна, здравствуйте. Добрый день, Руслан. Скажите, прогнозируется ли рост детской аварийности на начало лета? Конечно, нельзя говорить о том, что мы рост прогнозируем, но, к сожалению, как показывает многолетняя статистика, с наступлением весенне-летнего сезона число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних возрастает. Впрочем, как растет и общая статистика аварийности на дорогах республики. И кто чаще виноват, обычно бывают дети или водители? В соответствии с анализом, который мы проводим по дорожно-транспортным происшествиям, более 80% дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети, произошли по вине водителей, в том числе по вине водителей родителей, которые несовершеннолетних перевозили. То есть все-таки большинство происшествий – это вина взрослых. Ну, вообще, летний период – это еще и период для скутеров, самокатов, велосипедов. В целом, это средства индивидуальной мобильности. Что нужно знать? Следует напомнить детям, чтобы они не стали ни жертвой, ни виновником ДТП. Здесь давайте разграничим. Велосипед – это велосипед, это велотранспорт. Значит, скутер у нас относится к мототранспорту, а электросамокат – это средства индивидуальной мобильности, коим относятся также сегвеи, моноколеса и так далее, гироскутеры. Если говорить о детях-велосипедистах, ну и не только детях. Все прекрасно знают, что велосипедисту нужны средства защиты. Раз. При движении по тротуару и пересечении проезжей части велосипедист должен спешиться и перейти проезжую часть пешком. Это два. Это все знают, но, к сожалению, далеко не все следуют этому незыблемому правилу. Далее. Если велосипедист передвигается по проезжей части, куда, естественно, нельзя детям, то велосипедист, как участник движения, участник транспортного потока, должен соблюдать определенные правила, которые обозначены в ПДД. Если говорить о скутерах, то для управления данным транспортным средством нужно обязательно иметь водительское удостоверение категории М. Если говорить про электросамокаты. В последнее время это очень популярное средство. Передвижение индивидуальной мобильности, говорят. Если электросамокат весит менее 35 кг, его мощность менее 250 кВт, то для управления таким электросамокатом не нужно иметь водительское удостоверение. Если же это более мощный электросамокат, то в данном случае уже нужны права категории М. Естественно, пользователю СИМ нужны средства защиты. Очень много вопросов возникает, где должны у нас средства индивидуальной мобильности перемещаться. По тротуарам, велосипедным, велопешеходным дорожкам. Дети до 7 лет только в сопровождении взрослых. Более старшие дети могут самостоятельно. Елена Владимировна, в завершении нашей беседы вкратце ваши пожелания детям и родителям. Чтобы не забывали о соблюдении правил дорожного движения ежедневно, поскольку в летний период, естественно, дети будут все у нас проводить время на улице, на свежем воздухе успевать, пока наше короткое лето будет длиться. Родителям тоже ежедневно не забывать о том, чтобы контролировать своих детей, напоминать о соблюдении правил, не допускать к управлению мототранспортом несовершеннолетних. Особенно это касается наших сельских отдаленных районов, где не всегда есть сотрудники полиции, в том числе сотрудники госавтоинспекции. Поэтому здесь, конечно, ответственность полностью ложится на родителей. Также при перевозке детей младшего возраста до 7 лет обязательно, чтобы были детские автокресла. Все дети более старшего возраста были пристегнуты, перевозились по правилам. Но я напоминаю, что у нас в гостях был начальник отделения пропаганды управления госавтоинспекцией МВД по республике Сахай-Якутия Елена Гуляева. А мы продолжаем. Правила дорожного движения – очень важная тема, с которой нужно знакомить ребенка с раннего возраста. Лучше всего начинать обучение до того, как ребенок пойдет в первый класс с 4-5 лет. Делать это лучше всего с помощью личного примера. К примеру, переходя дорогу, расскажите ребенку, почему вы стоите, когда горит красный свет и идете на зеленый. Далее тему продолжит наш следующий сюжет. Как известно, в России успешно функционирует уникальный образовательный проект «Наставник ЮИД». Он направлен на развитие и поддержку наставничества в сфере безопасности дорожного движения. Этот проект объединяет более 10 тысяч детей из 45 регионов России, в том числе и нашу республику. Детский сад номер 100 города Якутска-Белоснежка включился в эту программу в этом году и работает по четырем направлениям. «Я пешеход», «Я пассажир», «Я велосипедист» и «Я могу оказывать первую помощь». Каждую неделю для ребят проводятся эти занятия, для которых были получены специальные брендированные чемоданчики. Там все амбундирование, там и дорога, там и все атрибуты, костюмы были для ПДД, ЮПИТ. Вот ЮПИТ, знаки, все. Дети вот в музыкальном зале играли и здесь постоянно играли. Вот всю зиму этим занимались. Неделю один раз обязательно играли. А что им нравится? Ребятам нравится? Очень нравится. Они им очень нравятся. Из-за этого вот они и много машин у нас. Мальчишки особенно любят это дело. Все занятия в Белоснежке так или иначе связаны с правилами дорожного движения. Об этом позаботился педагог с 50-летним стажем Елена Викторовна Половинкина. Вот сейчас ребята кубиками играют. Это не кубики, это лего. Вот какая связь с ПДД? А во-первых, они делают транспорт. Во-вторых, они развивают руки, мелкую моторику. Поэтому все связано. Или мозаика, например. Они светофор делают, машину делают, силуэт машины, например, делают. Тоже мелкая моторика, тоже ручки развиваются. Чем лучше работают руки, тем лучше работает мозг. И наоборот. Все это взаимосвязано. То есть таким образом они знакомятся еще с правилами дорожного движения? Конечно, конечно. У нас все направлено на то, чтобы человеку с малых лет было заложено вот сюда. И чтобы у него было это все время вот здесь в голове, что надо выполнять. Не только знать, а главное выполнять правила дорожного движения. И мы воочию убедились, что занятия по правилам дорожного движения очень нравятся ребятам. Но главное, теперь они сами могут делиться своими ценными знаниями со сверстниками. Ты кого-нибудь уже научил правилам дорожного движения? А кого? Моего брата. А сколько ему лет? Десять. В общем, одиннадцать. То есть он у тебя старше, но ты его научил, да? Угу. Твое любимое правило дорожного движения какое? Простягиваться. В машине, да? В машине пристягиваться. Ага. А в машине вот ты где сидишь? На заднем кресле. Надо, когда идешь по пешеходному переходу, всегда слезать с велосипеда и держать его, идти. То есть не ехать? Да, не ехать. Уверены, такие занятия станут прочной основой для самореализации и развития гибких навыков малышей. А возможно, и послужат основой для выбора будущей профессии. Конечно, на тему детской автобезопасности сказано очень и очень много. И все равно возникает миллион вопросов. Почему нельзя возить грудничка на руках? Что это за специальные кресла для новорожденных и детей до года? Какие они бывают? Чем отличаются? И какое, в конце концов, лучше выбрать? Давайте разбираться вместе. К сожалению, многие любящие мамы и папы рискуют безопасностью, здоровьем и даже жизнью своих чад, пренебрегая средствами безопасности. А некоторые матери и вовсе считают, что ребенок будет чувствовать себя безопасно в ее руках. Но они сильно заблуждаются. Поэтому всем родителям следует придерживаться простого правила перевозки детей в автомобили. На каждого малыша должно быть отдельное место. И только в специальном удерживающем устройстве. А отсутствие последнего может привести к печальным последствиям. За нарушение правил дорожного движения согласно части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации административного правонарушения на водителя может быть составлен данный административный материал и выписан штраф в размере 3 тысяч рублей на водителя. Также за нарушение организованной перевозки групп детей на должностное лицо возможно штраф в размере 25 тысяч рублей. При выборе автокресла настоятельно рекомендуется обратить внимание на наличие смягчающих накладок и на замки фиксации. Помимо того, что они должны надежно фиксировать, они должны не выступать наружу, быть как бы утопленными, чтобы ребенок о них не поранился. Для новорожденных и детей до года используют, как правило, автолюльки и автокресла группы 0+. Автолюлька имеет АЧ-образный корпус, который обеспечивает правильное анатомическое положение. Такое положение объясняется необходимостью для разгрузки хрупкой шейки и позвоночника младенца. Также существует универсальное автокресло, которое охватывает все возрастные группы с 0 до 36 кг. Это примерно до 12 лет. У всех моделей предусмотрены мягкие вкладыши, которые повышают комфорт и безопасность малышу. По мере его взросления можете убрать мягкие вкладыши, а также регулировать ремни и подголовник. Таким образом автокресло растет вместе с вашим малышом. С рождения до года автокресло вы можете опустить в самое горизонтальное положение. И до года обязательно устанавливается против хода движения автомобиля. Малыш до 3 лет фиксируется внутренними пятиточечными ремнями безопасности, а 3 лет уже переходите на обычный штатный ремень автомобиля. Также автокресло отличается системой крепления. Можно штатным ремнем автомобиля, а также системой крепления Isofix. Isofix – это международная стандартизированная система крепления, благодаря которому автокресло крепится надежно и жестко к кузову автомобиля. В нашем ассортименте имеется автокресло с базой Isofix. База представляет собой платформу с опорной ножкой, которая непосредственно упирается в пол и тем самым гарантирует самую надежную и безопасную фиксацию. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них Александр Борисов, артист Сахая Академического театра имени Платона Аюнского. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какой у вас стаж водительский? Стаж у меня, не дать бы соврать, 24... Нет, почему 24? 14 лет. 14 лет? 14 лет, да. Экзамены Каю сдавал не с какой-то там попытки, а со второго лета, так скажем. Со второго лета даже? Да. Вот первый раз сдавал экзамены, будучи студентом педагогического колледжа, а второй раз сдавал экзамены, будучи уже студентом театрального института. И там уже было попроще. Ну, с другой стороны, вы практически два года обучали, изучали билеты. Да, 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 получается. Ну, желаем вам удачи, успехов. Сейчас все 10 вопросов будут показаны на нашем экране. Пожалуйста. Так, первый вопрос. Какие из указанных знаков разрешают движение грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн? Варианты ответов только А. А и В. Третий вариант – все. Не более. А и В. Вариант номер 2. Принимается следующий вопрос. О чем предупреждают вас эти знаки? Варианты ответов. Остановка транспортных средств на обочине запрещена. Второй вариант – съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней дорожных работ. Третий вариант – в месте производства дорожных работ стоянка запрещена. Съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней дорожных работ. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Вам можно продолжить движение по крайней левой полосе на легковом автомобиле. Варианты ответов только налево. Второй вариант прямо или налево. Третий вариант прямо, налево или в обратном направлении. По крайней левой полосе прямо и налево, и получается, и могу разговоры сделать. И в обратном направлении. Да, вариант номер 3. Вариант номер 3. Принято. Следующий вопрос. Должны ли вы остановиться по требованию регулировщика в указанном им месте? Вариант ответов. Должны. Должны только с заездом на тротуар. И третий вариант. Не должны. Нет, тут сразу должны. Должны. Номер один. Принято. В данной ситуации вы, вариант ответов, должны уступить дорогу, так как встречный автомобиль движется на подъем. Второй вариант. Имеете право проехать первым, так как вы движетесь на спуск. Третий вариант. Имеете право проехать первым, так как препятствие находится на полосе движения встречного автомобиля. Ну, тут я ошибку делал. Я очень хорошо запомнил вот этот вопрос. Так как встречный автомобиль движется на подъем, я должен наступить. Вариант номер один. Принято. Что означают эти дорожные знаки? Первый вариант. Стоянка разрешена транспортным средством оперативных служб. Второй вариант. Стоянка разрешена только с включенными габаритными огнями. И третий вариант. Стоянка разрешена в субботние, воскресные и праздничные дни. Ну, скорее всего, вариант номер три. Вариант номер три. Стоянка разрешена в субботние, воскресные и праздничные дни. Принято. Следующий вопрос. В данной ситуации водитель автомобиля с включенными проблесковыми маячками Варианты ответов Должен ожидать разрешающего сигнала светофора Может двигаться только прямо или направо Третий вариант Может двигаться в любом направлении Тут может двигаться в любом направлении однозначно Вариант 0,3 Принято Следующий вопрос Разрешено ли водителю движение задним ходом на путепроводе для посадки пассажира? Варианты ответов Разрешено Второй вариант Разрешено, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения Третий вариант Запрещено Запрещено Вариант номер 3 Принято Следующий вопрос Вы намерены повернуть направо Можете ли вы приступить к повороту? Варианты ответов Можете Второй вариант Можете, когда убедитесь, что при этом не будут созданы помехи грузовому автомобилю И третий вариант Не можете Второй вариант Вариант номер 2 Принято И последний вопрос Какие внешние световые приборы следует включать на мотоцикле в светлое время суток? Варианты ответов Габаритные огни Фару ближнего света или противотуманную фару Третий вариант Включение внешних световых приборов на мотоцикле в светлое время суток не является обязательным Второй вариант Вариант номер 2 Принято Итак, ну что, Александр ответил на все 10 вопросов И сейчас результаты проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленский Здравствуйте, уважаемые телезрители Александр, здравствуйте Здравствуйте Вы ответили на 10 экзаменационных вопросов И первый вопрос был Какие из указанных знаков разрешают движение грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн? Вы ответили правильно Действительно, это знак «А» и «В» Знак «В» запрещает движение грузовым автомобилям свыше 3,5 тонн Знак «А» – это дорога для автомобилей Следующий вопрос О чем предупреждают вас эти знаки? Абсолютно правильный ответ Вы дали съезд на обочину опасен в связи с проведением на ней дорожных работ Дорожной работы, никакого запрета, здесь нет просто предупреждения Вам можно продолжить движение по крайней левой полосе на легковом автомобиле в соответствии со знаком По крайней левой полосе можно двигаться прямо налево и в обратном направлении Вы дали правильный ответ Должны ли вы остановиться по требованию регулировщика в указанном им месте? Несмотря на запрещающий знак, мы слушаем указание регулировщика, который нам говорит о необходимости остановиться Вы дали правильный ответ Должны В данной ситуации вы, конечно, должны уступить дорогу тому, кто двигается на подъем Вы дали правильный ответ Что означают эти дорожные знаки? И вы также дали правильный ответ Стоянка разрешена в субботние, воскресные и праздничные дни В данной ситуации водитель автомобиля с включенными проблесковыми маячками Если у него включены проблесковые маячки, значит он выполняет неотложное служебное задание Может двигаться в любом направлении Это правильный ответ Разрешено ли водителю движение задним ходом на путепроводе для посадки пассажира? На путепроводе движение задним ходом запрещено Вы дали правильный ответ Вы намерены повернуть направо Можете ли вы приступить к повороту? А в данной ситуации вы двигаетесь под знак уступите дорогу Поэтому, конечно, должны убедиться в том, что не создадите помех грузовому автомобилю Вы дали правильный ответ Какие внешние световые приборы следует включать на мотоцикле в светлое время суток? В данном случае вы дали правильный ответ Фару ближнего света или противотуманную фару? На 10 экзаменационных вопросов вы ответили На все 10 вопросов ответили правильно Но, тем не менее, всем участникам дорожного движения я всегда советую Повторяйте правила дорожного движения и будьте аккуратны на дороге Вот и подошла к концу наша передача Дорогие телезрители, будьте бдительны Соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя До новых встреч в эфире Субтитры подогнал «Симон»